Ну что, я нажимаю кнопочку, с вас навариваются. Пишу этим рекламодателям и говорю, что, ребят, вот у меня есть такой-то канал. Очень часто по CSGO дают желтый значок монетизации. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. Я знаю, ты любишь считать чужие денежки. Сегодня я тебе расскажу, сколько я заработал в YouTube за последний год. Ну и также расскажу некоторые советы, которые тебе в будущем помогут, если ты будешь заниматься такой же деятельностью. Интересно, присаживайся поудобнее. Но перед началом... Залетаем на сайт hellstore.net. Сегодня мы покатаем в коинфлип. Что такое коинфлип? Это подбрось монетку и испытай свою удачу. Шансы примерно всегда равны. 50 на 50. Но давайте выберем оппонента, и я покажу, как это все выглядит. Поехали. Три, два, один. Монетка, лети, родная. Давай, оранжевый. Давай, давай, давай. Хорош, забрался. Ну и про тебя я также не забыл. Залетай на сайт hellstore.net. Води промокод cyberbanana и забирай свои 60 центов. И испытай свою удачу на сайте. Я уверен, тебе повезет. Все ссылочки в описании. Итак, в этом видео, как я уже и сказал, расскажу, сколько я заработал за последний год с ютюба, конкретно с просмотров. Но изначально я хочу поговорить о том, какие есть способы заработка, какие использую способы заработка я, и какие советы могу я вам дать на будущее, и какие подводные камни есть. Итак, поехали с самого первого. Какие способы заработка существуют с ютюбчиком? Хочу сразу оговориться, буду рассказывать все простым языком, не буду рассказывать про серые схемы и так далее, и так далее. Буду просто говорить по классике, что действительно сейчас актуально и как на этом можно заработать. Итак, первый заработок, который есть в ютюбе, самый стандартный, это, естественно, партнерка от ютюб, либо от партнеров ютюб. Конкретно о чем идет речь? Есть всякие разные партнерки по типу Юлы, и не буду там других рассказывать, особо про них не знаю. Они берут еще свою сверху комиссию. То есть, если у тебя есть официальная партнерка ютюб, от сенс называется, то ты, допустим, получаешь чистый 100 долларов за то, за сколько ты и заработал. То есть, ютюб себе сверху ничего не берет, они успели уже высчитать все до того, пока тебе показали, сколько у тебя денег есть на счету. А вот партнеры ютюб как раз забирают еще сверху 30%, а то бывает и больше. Я точно сказать сейчас не могу, просто я слышал о том, что, ребят, там реально с вас навариваются. Но там проще выводы и так далее. Если ты какие-то серые схемы пользуешься, юзаешь и так далее, тогда, да, партнерки и так далее, там разберешься сам. Но если ты нормально, адекватно, у тебя есть какой-то творческий потенциал, ты рассказываешь про себя, либо рассказываешь то, что интересно зрителям, тогда, да, тебе нужно идти именно в от сенс, все подтверждать, и денежки на счет тебе будут приходить один раз в месяц, конкретно вроде 21 числа. Все, каждый месяц 21 числа ты получаешь свои бабки. Но нужно сначала получить минимальный порог. Это порядка 100 долларов. То есть 100 долларов ты за месяц набатрачил, окей, бабки 21 числа получил. Но если ты не набатрачил за этот месяц там 100 долларов, то тебе нужно будет подождать в следующий раз, пока не наберется снова 100 долларов. И тогда ты уже 21 числа следующего месяца получаешь денежки. Вот и все. Вот это партнерка, самый первый способ, который самый простой, зарабатывать с ютюбчика. Летим ко второму способу. Второй способ крайне прост и самый перспективный из всех. Если от сенс тебе платит примерно 50 рублей за 1000 просмотров, на самом деле корреляция там очень жесткая, и скорее всего ты будешь получать примерно 15-20 рублей за 1000 просмотров. То в случае с рекламодателями, которые приходят к тебе, это что такое? Это заказные ролики, это интеграции, это прероллы. Здесь ты получаешь фиксированную сумму, которую изначально ты обговорил. То есть, например, у меня канал по контрстрайку. Я сразу ищу себе рекламодателей, например, не буду называть их имена, но просто, к примеру, вот начало ролика, когда ты видел. Вот эта интеграция, я за нее получил денег. И я доволен, и ты доволен, потому что там внутри есть халява для тебя, плюс я немножко получил денег, я накормил свою семью, накормил себя. Все сыты, довольны, у меня есть сила, выкладывая для тебя качественный, годный контент. В принципе, ты понял, да, что такое рекламодатели? Это приходит тебе человек, дает тебе денег, говорит, что нужно сделать, ты это все делаешь, и все счастливы и довольны. Вот так это делается, это второй способ, где самое перспективное. Как найти таких рекламодателей? Обычно ты ищешь похожую тематику, то есть, есть похожие каналы, как у меня. Я смотрю, у них какие есть рекламы, после чего пишу этим рекламодателям, говорю, что, ребят, вот у меня есть такой-то канал, интересно ли вам заказать у меня рекламу? Они смотрят, говорят, да, интересно за такие-то условия. Ты говоришь, все окей, отлично, давайте будем работать. Вот так это и происходит. Бывает, что они сами тебе пишут и говорят, дружище, слушай, мы тебя нашли тут в куче всех интернет-пользователей, ты самый крутой, давай мы с тобой будем работать. Такие тоже случаи бывают, и это, кстати, даже очень интересно, когда ты сидишь на попке ровно, а к тебе сами рекламодатели приходят и говорят, давай будем работать. Вот, в принципе, рассказал о втором способе, и есть еще один способ, давай о нем сейчас и поговорим. Третий способ это перенаправление трафика. Что такое перенаправление трафика? Вот смотри, у меня есть CSGO Mimasa группа ВКонтакте, действительно интересная и крутая группа, там очень много годного контента, специально сделанного под себя. Ты такой, окей, хорошо, по ссылочке в описании заходишь, смотришь, действительно интересно, подписываешься. Вот это и есть перенаправление трафика. Там потом я найду также рекламодателя по второму способу и продам рекламу. И тебе будет приятно, потому что там реклама, возможно, зайдет и тебе, потому что там постоянно годноту всякую пилю, например, как конкурсы и прочее, прочее, от каких-то других сторонних ютюберов и так далее. То есть ты можешь там тоже получить халяву. Ну, естественно, я сверху тоже немножечко денежек получу. Вот ты понял смысл перенаправления трафика. Но есть еще перенаправление трафика, не ведущее ко второму способу, который до этого сказал. А, например, смотри, есть какой-то сайт с партнеркой тот же самый. Например, CSGO Polygon. То есть за каждого друга, который проходит на CSGO Polygon, ты получаешь тысячу монет. Это примерно один бакс. То есть и ты получаешь от того, что ты ввел мой промокод тысячу монет, и я получаю также тысячу монет. То есть и тебе хорошо, и мне хорошо. Почему я не могу рассказать тебе об этом способе? Конечно могу. Ты заходишь туда, ты получаешь халяву, и ты кайфуешь. И сверху немножечко кайфую также я. То есть вот это и есть как раз это перенаправление трафика. Недавно рассказывал о видео, допустим, да, когда заходишь на сайт через эмулятор. Помнишь, я рассказывал, как можно легко поднять денег там с сайта не SEO Sprint, а второй, который, соцпаблик. Во. Вот там ты мог легко поднять бабло буквально за пару часов. Многие люди зашли, подняли бабло, вывели бабки. За то, что они вывели бабки, я получал там порядка 5% от их вывода. То есть они ни капельки не потеряли, это просто сверху сайт мне сказал спасибо за это. Но при этом я никаких там партнерских соглашений никаких не заключал. Я просто и знаю, что сайт действительно хороший, он платит, я сам там на это все пользовался, юзал и так далее. И плюс сверху рассказал вам, ребят, вы перенаправил трафик, как уже до этого сказал, и получил сверху небольшую выгоду. Вот это и есть то самое перенаправление трафика, о котором идет речь. Ну что, поехали теперь о моих советах, которые я и хотел рассказать, а потом уже расскажу, сколько заработал именно с YouTube. Первый и самый важный совет, который я хочу тебе донести, это целевая аудитория. Ты должен бить ровно по целевой аудитории то, что требует она, то, что хочет она, и идти вместе с ними в трендах, так скажем. То есть в этом месяце, допустим, в WordStats или там в Google, неважно, смотришь, что больше всего смотрят по тебе. То есть у меня Counter-Strike, я выбиваю CS и смотрю, что больше всего по CS смотрят. У меня, естественно, смотрят это FPS, War, Pink, смешные какие-то ролики и так далее. Вот именно это я и должен, именно должен снимать, потому что аудитории это нравится. И теперь ты понимаешь, да, что нужно сделать. Это грамотное оформление, грамотная картинка. Ты должен сделать нормальное название, которое подходит в поиске, потому что, как обычно, в YouTube-чике вбивают, вот там сверху такая, да, штучка, и там вбивают, как понизить пинг, например. Все, окей. И ты должен именно снять такое видео, потому что в этом месяце его смотрят больше всего, потому что вышло какое-то обновление и так далее. Ты понял, да, ты обязательно должен сделать грамотные теги, пересекающиеся, ранжирование трегов и прочее-прочее. Но если, кстати, тебе интересно полностью вот про вот это ранжирование тегов, какие теги, какое описание, какая картинка и что нужно, напиши в комментариях. Хочу узнать больше о YouTube-чике. Я это буду понимать и буду также развивать эту тему, если тебе это интересно. Понял, да, в принципе, вот самый главный способ, в котором ты должен работать, это найти свою целевую аудиторию и бить чисто по ней. Окей, летим ко второму совету. Второй совет я уже рассказал изначально, но повторю его еще раз, потому что здесь немножко надо тему разжевать. Что это означает? Если у тебя оригинальный контент, если ты снимаешь что-то там свое творческое, если у тебя есть прямо какая-то жилка в тебе и ты показываешь свое лицо на камеру, то, естественно, тебе нужно подключать AdSense. То есть это партнерка от YouTube именно, AdSense, где ты будешь получать все свои денежки, которые ты заработал без каких-либо комиссий. Но если ты снимаешь контент, берешь чужие материалы, свое лицо не показываешь, там вообще какой-то песик со стороны где-то гавкает, болтает и так далее, то вот, дружище, твоя дорога это к партнерам партнера YouTube. Это Юла, там всякие прочие. Я не помню просто, как называются эти партнерки разные. Их очень много. Они снимают у тебя комиссии порядка 30% с каждой выплаты. Ну, ни за что. Просто ни за что. Ну, выход такой, потому что если серые каналы и так далее, тогда да, только туда и там вы сами разберетесь. Ладно, эту кашу трогать не буду. В принципе, понял, да? Если ты оригинален, пожалуйста, AdSense, все свои денежки ты заработаешь. Летим к третьему способу. Наверное, тоже одному из самых важных. Здесь все просто. Заливаешь в определенное время, в определенный день, делаешь свое расписание и все. YouTube запоминает это все и начинает тебя продвигать. Это работает. Не знаю, что еще добавить к этим словам, но это действительно так. Я когда делал разнобойные видео, допустим, сегодня запилил видос, через неделю забил, через две недели снова выложил уже три подряд видоса, и YouTube не понимал, что вообще я делаю. Кто я такой? Почему у меня вот так все хаотично? Алгоритмы любят стабильность. Наверное, это можно будет сказать даже так. То есть, если у тебя видео выходит 2-3 раза в неделю, они знают в определенное время, когда что выйдет. Они уже знают, уже готовятся, что вот сейчас выйдет. Помимо этого, также готовятся и твои подписчики, твои зрители. Они знают, окей, сегодня понедельник в 4 часа, обязательно зайду на канал, потому что там новый ролик. И вот эти колокольчики уже абсолютно не нужны, потому что все ребята знают, что в понедельник в 4 часа будет ролик. Вот так это выглядит. И со временем YouTube под тебя также подстраивается, зрители под тебя подстраиваются, и ты уже автоматически набираешь просмотры, потому что люди привыкли к этому. Люди любят тоже стабильность. Не то, что наш рубль. Ладно, ребят, я рассказал, в принципе, о всех советах, о всех способах. Теперь перейдем, сколько я заработал в этом году, и расскажу, почему я недоволен. Окей, поехали. В данный момент мы находимся в аналитике YouTube, конкретно на моем канале. Давай перед тем, как я покажу тебе свой заработок за 365 дней, попрошу тебя поставить лайк и подписаться. Мне будет дико приятно, моя дорога. Это 100 тысяч подписчиков к концу года, поэтому, ребят, давайте сделаем это вместе. Ну что, я нажимаю кнопочку. Ты пока там тоже кнопочку нажимай. Итак, 365 дней. Я заработал 60, практически, 2000 рублей. Ты скажешь, что это нормальная цена. Но, дружище, это за год, всего лишь за год, заработать 62 тысячи рублей просто с просмотров. Ну и также с спонсора, который приходит у меня достаточно часто на моих трансляциях. Кстати, на трансляции тоже залетай во вторник в 15.00 всегда, дружище. Вторник в 15.00 залетай. Вот в любое время вообще погода, хоть апокалипсис будет, вторник в 15.00 ты увидишь меня в прямом эфире на этом канале, кстати. Не забывай это. Ну что, давайте пройдемся. Я немножко расскажу, какие у меня мысли по этому поводу. Заработал я именно столько по одной простой причине. Очень часто по CSGO дают желтый значок монетизации. Что такое желтый значок? Это означает, что не все рекламодатели хотят показывать у тебя на канале, рекламу. Вот и все. Самое интересное, реклама на канале все равно показывается, но деньги не ко мне в этот, точно не вот в ту сумму прилетают. Куда прилетает, не знаю. Вопрос о том, что, а почему так? Говорят, у тебя первое, ну желтый значок, почему дается первое. Заглавных букв много в названии. Потом, допустим, понизить вар. Да, вот допустим. У них это означает, знаешь что? Это у них означает, что якобы я какой-то разжигатель войны и так далее, что у меня вообще монетизация снимается. Ну, типа, потому что вар, да? По-английски это война или как так. Но неважно, даже там название по-другому ставится, да? Хоть и буква другая. Все равно как-то похожие названия, все сразу до свидания, мы тебя монетизировать не будем. Недавно у меня буквально там что-то 10 секунд какая-то музыка на фоне где-то прозвучала. Монетизацию полностью сняли, причем сняли полностью, потому что якобы ты используешь чужие авторские права. Какой ты негодяй и так далее. Но я не буду рассказывать о тех историях, которые были в прошлом году. Много кто меня, Аллы, знает, что за то, что я якобы искусственным ножом, не настоящим, показал в экран, якобы просто по приколу, мне вообще заблокировали на неделю, прикиньте. И страйк дали, сказали, что я там, какое-то насилие какое-то происходит у меня на трансляциях. Потом я показал, как яичницу жарили на трансляции. Тоже заблокировали, да и куча-куча. Это ладно, это истории просто интересные, забавные. Это для меня будет хороший опыт. Но сами видите, вот мой расчетный доход за тысячу просмотров. Это вот реально. То есть сейчас меня тысяча человек посмотрело. Вот считай, вот посмотри сейчас внизу, сколько посмотрело людей. Если тысяча там есть, человек, который посмотрел, значит я заработал 20 рублей. Если меньше, вот считай, расчет такой есть. Самое интересное, цена за тысячу показов по воспроизведениям 133 рубля. Что такое цена за тысячу показов по воспроизведениям? Вот здесь можешь на паузу поставить и посмотреть, что это означает. Но такой ценник я пока еще не видел. В принципе, я что хотел, тебе донес и рассказал в этом ролике. Ну а если тебе понравилось это видео, обязательно поделись им со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как можно заработать в ютубчике. И какие вообще, в конце концов, денежки приходят в конце года. Все, дружище, с тобой был Серега, Сайбербанана. Пока-пока и посмотри вот это годное видео. Реально тебе говорю, вообще бомба. Залетай туда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...